Миккензи Батарея, Николай Москвичев Здравствуйте, Николай Здравствуйте, Маргарита О детстве будущего контр-адмирала известно крайне мало Шотландец по происхождению, Томас Маккензи В России был переименован Фому Фомича Миккензи Кем он был, откуда он родом? Этот человек-то родился в России Но сведений о нем действительно очень мало По разным данным По одним он родился в Архангельске По другим, честно говоря, им я доверяю немного больше Он родился в Астрахани В тот период, когда его отец Фома Калинович Миккензи Его также переименовали под русский манер Когда он был командующим Каспийской флотилией Известна точно только дата выпуска Фомы Фомича Из морского кадетского корпуса Привязываясь к этой дате Мы примерно вычисляем, собственно, дату его рождения Примерно у нас получается 1747 или 1748 года Отец Фомы Миккензи был военным Можем ли мы говорить о военной династии в семье Миккензи? Определенно можно сказать, что Фома Фомич выбрал свою карьеру не случайно Следуя пути отца Следуя его примеру действительно жизни Фома Калинович Миккензи был приглашен на Балтийский флот Он какое-то время служил там А потом его пригласили в Архангельске Для перехода кораблей из Архангельска на Балтийский флот в Кронштадт И он настолько хорошо справлялся со своими обязанностями Это важно Что его постоянно повышали по военной службе И он в конце концов дослужился аж до звания контр-адмирала Николай, расскажите, каким человеком был Фома Миккензи? По немногочисленным сохранившимся свидетельствам Человек он был яркий Ну, собственно, его роли в чесменском сражении показывают Что человек он был смелый Человек он был энергичный, инициативный Ну и, как о нем пишут, достаточно открытый к людям К обществу любил балы, любил жизнь Может быть, даже и женщин, почему бы и нет И человек он был достаточно яркий Всю жизнь Фома Миккензи провел на службе в военно-морском флоте Также он участвовал в чесменском сражении Где его заслуга была велика Можно ли сказать, что этот бой стал началом его военной карьеры? После Хиосского сражения турецкие корабли сосредоточились в Чесменской бухте Они стояли скучно И русские командиры на военном совете принимают решение Бить сразу, пока инициатива в своих руках И применить при этом так называемые брандеры Что такое брандер? Брандер – это, по сути, корабль, в который закладывали взрывчатку Обливали скипидаром И который в гущу чужих кораблей врывался Он горел, поджигал с собой все остальные деревянные корабли Но у русских этих брандеров не было Их нужно было сделать И был еще один важный вопрос Кому стать командирами этих брандеров? Ведь, по сути, это была миссия очень опасная И близкий родственник, кстати говоря, Александра Пушкина Иван Абрамович Ганнибал Именно он взял на себя ответственность Выбирать командиров брандеров Среди добровольцев И такими добровольцами состали 4 человека Капитан-лейтенант Дугдаль Мичман, князь, кстати, Гагарин Знаковая тоже интересная фамилия Мичман Микензи И лейтенант Ильин И вот как раз брандер Микензи стал вторым В чесменском сражении Он пошел в атаку К сожалению, он не смог подойти близко К гуще турецких кораблей Но, тем не менее, он подошел К уже горячему турецкому кораблю И Микензи сумел выжить Сумел спасти свою команду И еще сумел угнать две турецкие галеры В русский плен В истории Севастополя есть забавный казус Строиться город стал раньше, чем получил свое легендарное название Можно ли назвать Микензи основателем нашего города? Естественно, факт, что первые четыре здания Первые четыре, точнее, сооружения Были заложены именно при этом человеке Делает Фому Фомича основателем города Севастополя Это должен знать каждый житель нашего города Под руководством Фомы Микензи освоили первые каменоломни Где добивался германский камень Благодаря которому наш город называется Белокаменным И дом Микензи является одним из первых каменных зданий в Севастополе Какое же наследие оставил Фома Микензи? Перед Микензи стояла очень сложная задача Вот представьте, вы прибыли сюда Бухта, конечно, замечательная, глубокая, удобная Но ничего нет И все нужно начинать с нуля Поэтому Фома Микензи собрал всех командиров кораблей Здесь было две эскадры И сказал Работайте, стройте С древесиной вам как могу помогу Но в целом инициатива была в ваших руках И, конечно, вторая сложная задача С чего начинать? Какие постройки здесь должны были быть? Первое сооружение, безусловно, это часовня Николая Чудотворца Без нее православному воинству никак Это важная духовная задача Второй момент Это домик командующего На месте которого примерно мы сейчас здесь находимся Также это кузница Без которой ремонт кораблей и флота никак невозможен И, конечно же, пристань, на месте которой у нас Также неподалеку находится сейчас знаменитая Аграфская пристань нашего города Севастополя Мы стоим на месте домика Микензи А что с ним стало? История у этого дома очень интересная Поскольку его даже успели сделать дворцом для Екатерины Второй Во время ее известного путешествия в Крым И, кстати, сохранилось интересное свидетельство Как он тогда был отделан Какое было убранство внутри Достаточно интересно На полу зеленое сукно До окон все из дерева Соответственно, наверху все из красного Даже малинового, насколько я помню, цвет бархата То есть все сделано было достаточно интересно и ярко Долгое время домик здесь сохранялся Я бы даже сказал, его охраняли специально здесь Но, к сожалению, уже в начале 20 века Домик в веянии времени не пережил В процессе перестройки центра Севастополя Он, к сожалению, был уничтожен В награду за свою службу Фома Микензи Получил от Потемкина Участок земли под хутор Названный в его честь Да, как раз за нашей спиной находится табличка Которая и сегодня всем напоминает Что вот участок достаточно большой земли Выделенный Потемкиным Микензи Он его, кстати, активно достаточно использовал Для лесозаготовки, в частности Для ремонта кораблей Ну, а народ У нас народ простой Как часто говорят О чем вижу, о том и пою Они, естественно, начали называть этот участок Именем его владельца Фомы Микензи И так он до сих пор и остался в веках И закреплен уже именем знаменитого адмирала Основателя Севастополя Имя Фомы Микензи, безусловно, связано с историей нашего города И в интернете можно найти различные его изображения Однако историки говорят о том Что эти портреты не настоящие И в городе, кстати, нету памятника Фомы Микензи Как так? Действительно нет Историки так считают подлинного портрета Нет точной даже даты рождения Если вы заглянете в одну из самых известных интернет-энциклопедий Там стоит одна дата В некоторых исторических свидетельствах стоит совершенно другая дата И таких разночтений достаточно много Что по итогу приводит к тому, что сегодня, скажем так, ни памятника не могут установить Потому что нету изображения, ни портрета Нет, нет, соответственно Огромное спасибо, Николай, за этот увлекательный рассказ сегодня Большое вам спасибо, Маргарита, за приглашение 240 лет назад был основан город Севастополь Вскоре ставший базой Черноморского флота Огромную роль в строительстве нашего города сыграл Фома Микензи Шотландец на русской службе Его имя не забыто Пока существует Севастополь Будет живо в памяти и имя основателя нашего города Меня зовут Маргарита Матковская Сегодня мы говорили о Фоме Микензи О других героях нашего города Мы узнаем в следующих выпусках Продолжение следует...